Грудное вскармливание – польза не только для малыша, но и для самой мамы. Дети гораздо реже болеют инфекционными заболеваниями, а у женщин снижается вероятность развития рака. Об этих и других преимуществах кормления грудью врачи 2-й детской поликлиники Люберецкой областной больницы рассказывают молодым родителям и тем, кто только готовится к этому статусу. Подробности далее. О пользе грудного молока жительница Люберец Татьяна Вставская знает не понаслышке. В этом году она стала мамой во второй раз. Старшего сына женщина кормила чуть больше года. Младшего трехмесячного Дениса планирует как минимум столько же. Я считаю, что это очень полезно, лучше, чем разные виды смесей, хотя сейчас жуткое количество. И якобы там тоже, только каких питательных элементов не существует, но все-таки грудное молоко – это самое лучшее для ребенка. Врачи рекомендуют кормить ребенка грудным молоком до двух лет. Первые шесть месяцев оно должно быть единственным источником питания малыша. И лишь потом в рацион можно добавлять соки, смеси или каши. Чтобы сохранить грудное вскармливание, маме нужно соблюдать несколько правил. Мама должна хорошо питаться. И всегда я говорю, покормили ребенка, потом покушайте сами. Обязательно нужно выпить определенное количество жидкости, чай, компот, кисломолочный продукт. Ты съешь что-нибудь, бутерброд с мясом, сыром. Все эти лишние килограммы, которые мамы боятся приобрести, потом они уйдут абсолютно. Ребеночек маленький выпивает литр молока. И для того, чтобы его произвести, маме нужны силы и, естественно, питательные вещества. По статистике, более 80% новорожденных в первые месяцы жизни получают материнское молоко. Это универсальный источник питательных веществ и защитный барьер от различных инфекционных заболеваний. Получить рекомендации по уходу и питанию малышей молодые родители могут в кабинете здорового ребенка по вторникам и четвергам.